Владимир Путин. Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны. Так называется статья президента России, вышедшая 18 июня в американском издании The National Interest. Стоит сказать, что выход этой статьи обсуждался как минимум последние полгода. Путин даже зачитывал отдельные фрагменты своего сочинения лидерам стран СНГ, и для него публикация текста, судя по пафосу, является важнейшим программным обращением к миру, и в частности к странам ядерной четверки, членам Совбеза ООН. Президент России ни много ни мало хочет инициировать что-то типа современной Ялтинской конференции, где договорится со странами Запада о новом мировом порядке. К этой мысли Путин подводит длинными рассуждениями на тему Второй мировой, и главной роли в ней Советского Союза, почти в одиночку спасшего мир от коричневой угрозы. Президент России обвиняет нехороший Запад в разжигании войны и жалеет Германию, с которой несправедливо обошлись, еще после Первой мировой. Текст Путина пестрит патологическими нелепостями. Во время прочтения недоумеваешь и не знаешь, как ко всему этому относиться. Быть может, президент России шутит? Ну, обо всем по порядку. Начнем с журнала The National Interest, который является достаточно одиозным милитаристским изданием консервативного толка о международной политике. Главный исполнительный директор национального интереса гражданин США, выходец из Советского Союза Дмитрий Саймс, и по совместительству один из известных российских пропагандистов. Саймс, соведущий политического ток-шоу «Большая игра» на Первом канале. The National Interest – откровенно пророссийское издание. Так, например, в 2019 году на его страницах была размещена статья, призывающая американский истеблишмент к пересмотру своих взглядов по поводу вхождения Крыма в состав России. В общем, странный выбор для публикации. Пророссийский американский журнал, в котором печатают пророссийскую же статью Путина для аудитории, в общем, также симпатизирующей России. А почему, например, было не разместить подобную статью в авторитетном тайм? Они бы с удовольствием взяли в печать что угодно от любого президента более-менее влиятельной страны. Обратимся к русскому варианту текста, размещенному на сайте главы Кремля под заголовком «75 лет Великой Победы. Общая ответственность перед историей и будущим». Первые несколько абзацев статьи создают у человека, заставшего в сознательном возрасте еще Советский Союз, ощущение стойкого дежавю. Такое впечатление, что читаешь передовицу газеты «Правда» 1900 лохматого года. Правда, несколько странную, потому что Путин неуклюже смешивает грешное с праведным, рождая чудаковатые смысловые конструкции. Ну, например, «Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки. Часто задаются вопросом, как нынешнее поколение себя поведет, как поступит в условиях критической ситуации. Наши военнослужащие, в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии стоявшие насмерть совсем юные ребята, многим бойцам легендарной бессмертной 6-й десантной роты было 19-20 лет. Но все они показали, что достойны подвига воинов нашей Родины, которые защитили ее в Великую Отечественную войну». Наверное, стоит пояснить, о чем пишет Путин. Ну, в частности, о чеченских событиях. Стоит ли напоминать, как федеральные войска обходились с чеченскими гражданами, не только с ополченцами, которых официальная власть называла террористами, но и с мирными жителями. Вот эти вот воины, сбрасывающие на грозные полуторатонные бомбы, по словам Путина, достойны воинов нашей Родины, которые защитили ее в Великую Отечественную войну. Мне кажется, или у президента России несколько дивные моральные ориентиры. Следующая цитата. «Наша ответственность перед прошлым и будущим сделать все, чтобы не допустить повторения страшных трагедий». Вот это вот на полном серьезе пишет человек, лично командующий военным вторжением в Украину и аннексией части территории суверенного государства. Или, по мнению Путина, это не трагедия, а восстановление исторической в кавычках справедливости, или как он там еще называет свои преступления. В тексте много грубых манипуляций, из-за которых статью президента России невозможно воспринимать серьезно. Например, оцените следующую цитату. Путин пишет. «Важно передать потомкам память о том, что победа над нацизмом была одержана прежде всего советским народом». И чуть ниже добавляет. «Принципиально важно опираться только на архивные материалы, свидетельства современников, исключить любые идеологические и политизированные домысливания». Ну что ж, Путин любит работать с архивами. Он не раз это подчеркивал. И данная статья не исключение. Президент России, как ребенок, получивший сразу очень много игрушек. И поэтому статья пестрит цитатами из архивных документов. Однако выводы, которые он делает, являются бородатыми штампами из советских школьных учебников по истории. То есть идеологическими и политическими домысливаниями, от которых он в своем же тексте и предостерегает. Твердя о решающей роли СССР в борьбе с Гитлером, Путин гордо обосновывает это сравнением числа потерь Советов и Запада. Забывая упомянуть о том, что для Жукова и Сталина человеческие жизни никогда не были в приоритете. Противника щедро заваливали костями советских солдат. Отсюда и такие цифры. В разгром нацизма, что бы сейчас не пытались доказать, основной решающий вклад внес Советский Союз. Красная Армия. СССР потерял каждого седьмого из своих граждан. Великобритания – одного из 127, а США – одного из 320 человек. Еще одна цитата из путинской статьи. Она, кстати, одна из ключевых. Еще раз напомню очевидную вещь. Глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой. Версальский договор стал для Германии символом глубокой несправедливости. Фактически речь шла об ограблении страны, которой обязана была выплатить западным союзникам огромные репарации, истощавшие ее экономику. Приведенная цитата Путина говорит о том, что он не только сочувствует Германии, но и не договаривает всей правды. И ведь это неспроста. Германия и Россия были странами обиженными, проигравшими Первую мировую. Говоря о Версальском договоре, Путин умалчивает о сепаратном Брест-Литовском договоре, по сути зафиксировавшем поражение России и выход из Первой мировой. Так и рождаются пропагандистские мифы. Ты говоришь только часть правды, полуправду, и подводишь к нужной тебе мысли. Мысль Путина проста, как три копейки. Это плохой Запад обидел Германию, и от этого все беды. Именно национальное унижение сформировало питательную среду для радикальных и реваншистских настроений в Германии. Парадоксально, но этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США. Их финансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. Путин умалчивает о том, что и Россия чувствовала себя лишней на этом празднике жизни, и наряду с Германией хотела стать гегемоном. Первая мировая война породила диктаторов, Гитлера и Сталина, а все потому, что Германия и Россия остались недовольны результатами этой войны. Путин не говорит об этом, он жалеет Германию, за скобками, проявляя жалость и к собственной родине. Еще один важный момент, который стоит упомянуть, если бы не Первая мировая, большевики бы никогда не пришли к власти. И, конечно же, Путин не обходится без обвинений в адрес США, которые якобы откармливали немецкую военную машину. Это снова полуправда. Имеется в виду план Дауэса – кредитование и инвестирование немецких предприятий для восстановления экономики Германии, которой необходимо было платить огромные репарации. Путин об этом не говорит, но говорит о другом. Одним из важнейших итогов Первой мировой войны стало создание Лиги наций. Однако Лига наций, в которой доминировали державы-победительницы Великобритания и Франция, продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула в пустых разговорах. В Лиге наций, да и вообще на европейском континенте, не были услышаны неоднократные призывы Советского Союза сформировать равноправную систему коллективной безопасности. Ну, конечно же, не были услышаны призывы СССР, потому что Советская Россия заключила с Германией Рапальский договор. Первый равноправный договор для Веймарской республики после Версаля. Красная армия получала возможность использовать технические достижения немецкой военной промышленности и изучать современные организационные методы немецкого генштаба. Рейхсвер получил возможность готовить группы летчиков, танкистов и специалистов по химическому оружию, а также тайно обучать своих офицеров обращению с новым оружием, изготовление и владение которым было запрещено Германии. Таким образом, игнорировались ограничения Версальского договора. Это было начало широкомасштабного военного сотрудничества Советской России и Германии. Самое интересное, что по логике Путина, тогдашней России можно было договариваться с Германией. Это были хорошие мирные договоры, а вот остальным странам нет. В случае Мюнхенского сговора, в котором помимо Гитлера и Муссолини участвовали лидеры Великобритании и Франции, с полного одобрения Совета Лиги Наций произошло расчленение Чехословакии. Именно Мюнхенский сговор послужил тем спусковым крючком, после которого большая война в Европе стала неизбежной. Двойные стандарты – это основа политики Путина. Он даже мыслит и пишет только двойными стандартами. Поразительно. Экспрессивные фразы. Мюнхенский сговор. Расчленение Чехословакии. Но в то же время, например, такая цитата. Лишь когда стало окончательно ясно, что Великобритания и Франция не стремятся помогать своему союзнику, а вермахт способен быстро оккупировать всю Польшу и выйти фактически на подступы к Минску, было принято решение ввести утром 17 сентября войсковые соединения Красной Армии в так называемые Восточные Кресы, ныне это части территории Белоруссии, Украины и Литвы. Почему Путин не говорит прямо, что 17 сентября Советы вторглись в Польшу? Восточные Кресы – это территория межвоенной Польши. Или при военных вторжениях все страны – агрессоры и только Россия – миротворец. Так получается. 28 сентября 1939 года в Москве Риббентроп и Молотов подписали договор о дружбе и границе между СССР и Германией, Решая свои военно-стратегические оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе при согласии избранных властей. Путин снова не пишет прямо. Советы оккупировали страны Балтии, а использует витиеватую формулировку – инкорпорация. Но это же уже смешно. Там, на Западе – кровожадный мюнхенский сговор. А тут, в Москве – договор о дружбе. То есть пакт Молотова-Риббентропа, поделивший Европу между Гитлером и Сталином – это никакой не сговор, по версии Путина. Кстати, президент России совсем не вспомнил о попытке советской оккупации Финляндии в тот же исторический период. Вообще. Видимо, никак не укладывалось в смысловую канву о миролюбивой России. После всего упомянутого статью президента России уже можно было бы и не читать. Это сочинение глубоко советского человека прошлого века очень предсказуемо. Но на глаза попался еще и еврейский вопрос, затронутый Путиным. Вместе с тем другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков, не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства некоторых европейских деятелей с варварскими планами нацистов вплоть до их прямого поощрения. Чего стоит циничная фраза посла Польши в Германии Юзефа Липского, произнесенная в беседе с Гитлером 20 сентября 1938 года. За решение еврейского вопроса мы, поляки, поставим ему прекрасный памятник в Варшаве. Цитата. Очередная откровенная манипуляция. В контексте переписки, где Липский сулил Гитлеру памятник, речь шла вовсе не об изгнании евреев. Это был скепсис, дескать тот, кто сможет решить проблему еврейских беженцев, достоин памятника. Сам Юзеф Липский, посол Польши в Берлине 1938 года, в годы Второй мировой войны, с оружием в руках сражался против гитлеровской Германии, рискуя жизнью уничтожал немецко-фашистских захватчиков. Но на тот момент, когда Липский это писал, в Германии не было убито ни одного еврея. Там не было ни одного гетто, и печей Освенцима еще не было даже в проекте. А вот в Союзе в это время был разгар сталинских репрессий. Кстати, вплоть до 1 сентября 1939 года евреям из Германии Гитлера можно было совершенно спокойно уехать. Вот просто сесть в поезд и уехать. В отличие от Сталинской империи, из которой бежать было невозможно. Но Путин об этом умалчивает. Еще о еврейском вопросе и нацистах. В 1948 году в СССР по приказу Сталина был уничтожен еврейский антифашистский комитет. Больше сотни евреев оказались в тюрьме. Несколько десятков было расстреляно. В целом это не секрет, и все знают, что негласно в Союзе евреи притеснялись всегда. Но Путин одной этой фразой с цитатой Юзефа Липского как бы обвиняет в антисемитизме весь тогдашний западный мир вместе с нехорошей Польшей, в которую СССР, ну вроде как заслуженно по версии Путина, ввел войска. Но если уж Путин такой борец с антисемитизмом, то пусть искренне покается за многолетнюю борьбу СССР с мировым сионизмом. Пусть расскажет о советском снабжении египетской и сирийской армии танками во время арабо-израильской войны судного дня в октябре 1973-го, когда арабы обрушили всю мощь советского оружия на Израиль. В общем, в статье Владимира Путина о Второй мировой среди 6300 слов достаточно спорных абзацев, от выдуманных цитат Гитлера до откровенной лапши и передергивания исторических фактов. Если Путин сочувствует веймарской Германии, проецируя якобы несправедливый Версальский мир на современную униженную санкциями Россию и хочет вернуться в клуб больших мировых игроков, то делать это нужно как-то умнее, что ли. Попытка со статьей очень неказиста. Там даже нет никаких поводов для дискуссии, потому что это чистой воды махровая пропаганда. Спорить там абсолютно не о чем. Путин навязывает читателю свое бородатое советское мировоззрение. Вся статья будто списана с советского школьного учебника по истории для четвертого класса. Качество текста такое же. Несмотря на то, что президент хвалится работой с секретными архивами, ничего хорошего из этого не вышло. Очень слабая статья для человека уровня президента. Несмотря на мое личное, критическое, мягко говоря, отношение к Путину, я все же всегда считал его человеком умным. Похоже, я ошибался. И да, в конце текста своей статьи Путин предлагает лидерам ядерной четверки Совбеза ООН собрать новую Ялтинскую конференцию, на которой снова поделить весь мир на сферы влияния. Ну что тут еще сказать? Он ебан и Владимир Путин, чтоб вы поняли. Спасибо за внимание. Больше материалов читайте на нашем сайте хрендяблики.ком Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на платформе Патреон. И я с удовольствием укажу ваше имя в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!